Всем привет! Сегодня пришла посылка, поэтому сейчас хотим посмотреть, что это. Это Арсений из Петра Заводска. Я почти 100% знаю, что здесь. Арсений мне писал предварительно. Вот. Но сейчас откроем и убедимся. Ну вот, да, Арсений говорил, что там у них мастер есть. Работают они с одним мастером, который делает очень великолепные картины. И попросил, можно ли присылать, как для Василия, картины из их студии. Я сказал, можно, конечно. Тем более, Ребекка всегда мне говорит, нужно что-то повешать на стены. Сейчас посмотрим, что здесь за картиной. Спасибо вам огромное, Арсений. Надо будет найти рамку и повесить. Человек спит и корова ест. Как прикольно. Вот. Прекрасно. Арсений сам из Карелии. Рисунок рисовал известный художник Морозов Аркадий Иванович. Вот такой вот подарок. Он рисовал в технико-станковая графика. Делал свою работу в технико-афорт. Очень прекрасная картина. Друзья, задержал видео, вот честно сказать, надолго. Прямо надолго. Вот эта посылка пришла еще весной. А уже почти что Новый год. Вот. Один из проблем это занятость, наказление. А один из проблем это то, что вот нужно было сделать рама. А там такая картина немножко нестандартного размера. Вот. И поэтому стандартные рамы не подходили к нему. И это ничего страшного нету. Чтобы ваше, как сказать, творчество в вашем доме было стандартным. Так в этом и весь смысл, чтобы он был нестандартный. Вот. Но надо было заказывать раму. Мы его заказали. Вот. Здесь вот у нас в Бийске тут есть такой прекрасный отдел. Вот. Они нам сделали раму. И вот теперь будем вешать эту картину дома. И вот, друзья, наконец-то. Не прошел и год, как картина нашла себе рама. Или рама нашла себе картина. Да, Ребекка? Тебе нравится эта картина? Очень. Очень вообще. Такая прямо наша тема. Картина называется «Молоко». Да, то есть прямо такой вот. Прямо как по нашей притче, что мудрый строит сначала, заботится сначала о поле, а потом создает свой дом. Вот этот фермер тоже. Вот такой вот, прямо тут. Хоп, коробки. Коробки. Все дела. Или живет в бомбаре. Или живет в бомбаре. Да, да, да. Как многие фермеры делали изначально, когда строили свои земли. Вот. Поэтому, ребята, вот такая вот картина. Как раз у нас получился подарок на Рождество с весны. Ну вот, повешали мы картину здесь, у нас в спальне. Это была самая лучшая стена для картины. Вот. И мы на нее смотрим каждый раз, когда заходим. И как раз такое вот успокоение. Мир, покой. Ну вот, друзья, такая вот картина, такая вот история. Посылку мы получили весной. Раму прибрели перед Рождеством. И потом положили картину в раму и повесили на стене как раз к Старому Новому Году. Поэтому, Арсения, огромного вам спасибо. Спасибо, Аркадию Морозову тоже огромное вам спасибо. Просто прекрасно иметь такое вот изделие, такое творчество. У нас дома украшает наша жизнь. Спасибо вам огромное. И нельзя говорить о картинах, об этом прекрасном изделии в частности. Да, если не упомянуть вообще о теме красоты на ферме и украшения жизни в целом. И один из таких проблем, с которыми мы встречаемся в, не знаю, популяризации нашего тема, там, крестьянская, фермерская жизнь, жизнь на земле, это стереотип, который у многих людей есть. Да, то есть, вот, люди живут на земле, там, это колхозники, там, резиновые сапога по грязи, там, поколение в грязи, там, или еще что-то. Да, то есть, вот такие вот идеи. И я хочу с этим воевать, да. То есть, если мы смотрим на то, как люди жили, фермеры, крестьяне, там, сто лет назад, даже в России, двести лет назад. Когда они из деревянного изотчества просто делали такие красивые, шедевральные какие-то вещи, не имея, там, электроинструмент, макита, дрели, там, или еще что-то. Но тратили огромное время на том, чтобы украсить свою жизнь, на том, чтобы украсить свой дом. Даже не сколько для того, чтобы кто-то видел и завидовал, но для того, чтобы им самим было приятно жить. Нужно помнить, что даже если ты живешь на земле, может быть, даже особенно, если ты живешь на земле, украшай свою жизнь, да. То есть, украшай, делай свое родовое, твое поместье, место, где ты живешь, тот домоцентричный очаг своей жизни, чтобы он был аккуратным, красивым, чистым, светлым. Даже такие какие-то творчества можно принести в свой дом, чтобы она украсила вашу жизнь, да. То есть, один мне человек тут, на самом деле, недавно написал про это. Он говорит, почему люди, там, 100-150 лет назад, не имея современной возможности, так сильно старались даже своими руками украсить свою жизнь. И почему современный мир, современный вот такой дизайн или современный такой подход, очень часто, особенно, к фермерскому делу, она лещена всякой вот этой души, да. То есть, нет вот этого порыва украсить свою жизнь. И отчасти это потому, что раньше люди верили, что где-то даже это было в культуре, может быть, не каждый человек это верил сам, в душе, но в культуре было, что мы созданы по образу и подобию Бога. Если ты реально веришь, что я есть, ну, какой-то образ и подобие Бога, да, то то, что окружает меня, мой дом, мое хозяйство, моя одежда, то, как я выгляжу, тоже должно быть красиво и должно быть, как бы, для, ну, для божественности какого-то, да. То есть, для того, который достоин чего-то вот такого вот красивого, да. Если мы начинаем верить в том, что все, что мы имеем, это произвол какой-то ошибки, и мы там потомки каких-то обезьян, и не более того, то иногда, кроме как просто какой-то вот, я не знаю, страсти, или какой-то вот чисто свой вот, ну, вкус, да, смысл украшивать свое окружение, может быть, теряется. Поэтому есть повод, ваше окружение очень сильно влияет на ваше подсознание, поэтому делайте красоту, где бы вы ни находились, да. Иногда первый шаг к тому, чтобы изменить свою жизнь, это просто повесить прекрасную картину на стене, привести в порядок свою комнату, привести в порядок свой дом, привести в порядок свой участок, привести в порядок свое село, привести в порядок свое окружение, привести в порядок свою страну. Очень часто огромные изменения начинаются с маленького, с маленького дела. Поэтому я желаю вам, чтобы вы украсили свою жизнь не для кого-то, не для зависти, а для себя. Для того, чтобы когда ты приходил домой, тебе было приятно, тебе было просто, ну, как в раю. Поэтому еще раз спасибо вам, Арсения, спасибо Аркадию Морозову, огромное вам спасибо. Для нас это просто привилегия иметь такой вот прекрасный вид творчества у нас дома. И вам желаем того же. Я надеюсь, что скоро у нас будет интернет-магазин. И может быть, даже в картине Аркадия Морозова можно будет приобрести у нас в интернет-магазине. Но это потом, я не знаю, если это вообще даже будет, надеемся, что-то будет. Ну, а так, будет ссылка для Аркадии внизу, если вы хотите заказать что-то подобное. У него много разных есть картин и произведений. Вы сможете сделать заказ у него напрямую или у нас через сайт, дай бог, когда запустимся. А так, желаю вам всего и наилучшего, чтобы у вас был красивый, уютный, теплый очаг на этой прекрасной Господе Земле.